83 миллиона рублей получили 1294 компании Магаданской области от государства в качестве поддержки в тяжелом 2020 году. Такие субсидии выплатили в связи с распространением пандемии для сохранения в организациях численности работающего персонала. 3 миллиона рублей получили 150 предприятий на дезинфекцию и профилактику. Около 2,4 тысяч субъектов малого бизнеса из пострадавших отраслей были освобождены от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года. 17 компаниям были представлены отсрочки на 28 миллионов рублей. Для оперативного взаимодействия с бизнесом, мониторинга экономической ситуации в регионе и доходов бюджетов в новых условиях в самом начале пандемии при управлении ФНС России по Магаданской области был создан региональный ситуационный центр. В него поступали обращения от налогоплательщиков и далее они оперативно доводились до Федерального ситуационного центра ФНС России. Это позволило государству выработать необходимые решения по поддержке налогоплательщиков. Такие итоги 2020 года подвели на расширенном заседании коллегии у ФНС России по Магаданской области. Будут обсуждаться вопросы, которые позволили обеспечить бюджетные назначения на 103% как федеральный бюджет, так и региональный бюджет. То есть все бюджеты выполнены более чем на 100%. То, что планировалось. И, естественно, будет большое внимание уделено новым онлайн-сервисам, которые на сегодняшний день у нас работают. 2020 год показал, что онлайн-услуги оказались более чем востребованы. В мобильном приложении «Налоги.ФЛ» появились короткие сценарии заполнения 3НДФЛ. Они позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет или возврат буквально в три клика. Функционирует и мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых граждан. По словам специалистов, стали популярными электронные сервисы, связанные с поддержкой и помощью бизнесу. Мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» также активно используется для информирования. У ФНС России автоматически рассылает пуш-уведомления о возникшей задолженности или выставленном требовании. Сообщает о тематических семинарах в инспекциях, напоминает о сроке сдачи отчетности. На заседании специалисты отметили и эффективность взыскания задолженностей с юридических лиц и предпринимателей. Совместный показатель эффективности взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году состоялось в 126%, при установленном 55%. Физических лиц 90%, при установленном 75%. Завершая коллегию, руководство озвучило задачи на 2021 год. Следует обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующим индикаторам экономики. Необходимо произвести безусловное выполнение годовых параметров бюджетов всех уровней, принять меры по дальнейшему снижению задолженности. Эксперты отметили, что следует повысить и качество обслуживания налогоплательщиков, эффективность контрольно-аналитической работы и процедур банкротства.